Дорогие братья и сестры, мы уже говорили, что этот наступивший церковный год мы хотели бы посвятить более интенсивному свидетельству о Господе нашем Иисусе Христе. Вы знаете, массовые евангелизации не дают желаемого результата, они будоражат город, они приучивают общественное мнение к факту, что есть евангельские верующие, что есть Христос, нужно совершить покаяние и спасение. Но сказать, что эти массовые евангелизации могли бы наполнить церковь, мы этого не можем. Вы знаете, вот на войне все-таки главную роль играют не танки и пушки, но пехота. После того, как пушки и танки делают свое дело, все-таки идет пехота. Если она что-то завоевала, значит это уже является победой армии. И я думаю, массовая евангелизация это некая духовная артиллерия, которая очень много шуму делает в городе, но все-таки потом должны мы, верующие, пойти к этим душам. Ведь массовая евангелизация имеет дело с массами, а личная евангелизация имеет дело с душами. И никогда с помощью каких-то вот массовых мероприятий еще не привлекался человек ко спасению. Только через личное свидетельство. И поэтому в личном свидетельстве очень важна роль каждого из нас. У нас не миссия спасает людей, но миссионеры, вы и я. И мы бы очень хотели, чтобы каждый из нас получил такое вдохновение на свидетельство о Господе Иисусе Христе там, где мы живем, где мы работаем и где учимся. И я хотел бы прочитать об одном таком свидетеле, который был евангелистом в необычных условиях, свидетельствовал необычному человеку. Это был очень простой такой человек, богословский нисколько не образованный, он даже не был учеником Иисуса Христа, но все-таки он занялся этим евангелизмом. Если бы я в качестве примера привел евангелиста Иоанна или апостола Петра или еще более того, апостола Павла, я думаю, что многие бы из нас заунывали, вы бы сказали, ну Виктор Семенович, ну я же никогда не смогу быть таким, как апостол Петр, апостол Павел или евангелист Иоанн. Я очень простой человек, и я пытался свидетельствовать о Христе, но у меня не особо-то и получалось. Может быть, для проповедников вот эти названные люди могут быть хорошим примером, но для меня, для меня навряд ли. И вот когда я думал о том, кого бы взять в пример для личного евангелизма, вот я избрал одного человека, и откроем с вами историю о нем. Она записана в 23 главе Евангелия от Луки. В 23 главе Евангелия от Луки. И пример этого человека многому нас научит. Вот что мы читаем в Евангелии от Луки. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же». И мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Несколько вопросов возникает у нас относительно вот этого человека, который свидетельствовал о Христе своему товарищу. Ну, во-первых, каковы были мотивы его свидетельства? Вот что там внутри его подталкивало открыть свои уста и говорить своему другу о Спасителе? Во-вторых, нас будет очень интересовать вопрос, а сталкивался ли он с каким-нибудь проблемами в своем свидетельстве? Или у него все было как по маслу? И, в-третьих, мы поинтересуемся тем, о чем он говорил своему другу. И завершим наши размышления вопросом о том, каким результатом пришел вот этот свидетель. Я думаю, все эти вопросы, они очень-очень важны для нас. Итак, первый вопрос о мотивах свидетельства. Ведь когда человек совершает какой-то значимый поступок, нас всегда интересует, почему он это сделал, почему сердце побуждало его сделать или сказать то или иное. И вот здесь мы увидим таких три универсальных мотива, которые побуждали этого человека нести свидетельство. Первый мотив. Этот человек решил защитить добрую репутацию Иисуса Христа. Посмотрите, что происходило тогда на Голгофе. Христос был осмеян, оплеван, поруган. И кто занимался этим поруганием и осмеянием Иисуса Христа? Самые святые люди, первосвященники и книжники, богословы того времени, представители духовной элиты. И уж если эти люди смеялись над Христом, что говорить о черни, которая подхватывает слова вышестоящих и начинает их тиражировать? Все эти фарисеи, книжники, первосвященники были своего рода пусковым механизмом. И потом уже все понеслось и зашумело. Сойди с Христа, других спасал, он развращает народ. Да мало ли чего, тогда вылили на Иисуса Христа вот этой грязи. Знаете, Христа злословили также и воины. Злословил его и один из повешенных злодеев. И никто не вступился за Иисуса Христа. Мы спросим, а где ученики Господа были? Они в основном были где-то вот там спрятались. У Христа стояла мать. Она и хотела бы, но не могла защитять Иисуса Христа. Она была убита своим горем. Был ученик Иоанн. Вот, пожалуй, и все. Никто не сказал о Христе что-то доброго. И вот этот разбойник, бывший разбойник, он решил умыть оплеванное лицо Иисуса Христа. Он стал свидетельствовать своему другу о Христе. Он говорил то, что он на данный момент знал о нашем Господе. Дорогие братья и сестры, я думаю, этот же мотив для свидетельства о нашем Господе должен побуждать и нас сегодня свидетельствовать о Нем. Спержин говорил, вредители сатаны всегда на ногах, склоняя нечестивых к греху. Лжеучители всегда на ногах. Я уже говорил здесь, что в Москве недавно прошел съезд свидетелей Иеговы, которые отрицают божественность Христа. Это еретики самые настоящие. 30 тысяч их собралось на стадионе в Москве. Это только представители Москвы и Московской области. Подумайте, сколько сегодня плевков несется в лицо Христа, что он вовсе не Бог, что он один из ангелов, допустим, ангел Михаил, что он вовсе не искупитель, как утверждают иудеи, а наш национальный герой. А другие утверждают, что Иисус не вседостаточен, что он не может отвечать на все вопросы людей. И кто же понесет истинное свидетельство о Христе? Не мы ли? И ситуации-то похожи, дорогие братья и сестры, как тогда, так и теперь. Тогда тех, кто защищал Христа, были единицы. Зато тех, кто хулил Его, лжесвидетельствовал на Него, были тысячи. То же самое мы видим и сегодня. В нашей стране практически только 6-8% людей, которые считают себя христианами, ну, практикующими христианами, а остальные 93% – это люди, которые не чтут Христа. Второй мотив свидетельства этого человека – это желание загладить свою вину. Вы знаете, что поначалу и он злословил Христа. Он как-то был подхвачен этой волной общего злословия. И вместе со своим другом он говорил Иисусу – сойди с Христа, спаси себя и нас. Я еще хочу пожить. Если ты Сын Божий, сделай это чудо. Но потом он одумался. И ему было очень горько. Что же он сделал? Почему он злословил Иисуса, который ничего худого не сделал? И понятно, дорогие друзья, что вина, вот эта личная вина, она должна быть как-то искуплена. И чем? Ну, как вот и с нами, если вы сказали на какого-то человека неправду, то мало того, что вы просто об этом посожалеете. Как плохо, что вот это у меня вылетело из моих уст. Да нет, вы должны подойти, вы должны лично сказать тому человеку репутацию, которого вы унизили, вы должны ему сказать, прости меня, я был неправ, я сказал неправду о тебе. Вот только так этот грех может изгладиться. Здесь разбойник принимает самое правильное решение. Он захотел загладить свою вину. И чем? Вот когда-то он злословил Христа, а теперь он говорит о нем добрые и прекрасные слова. Дорогие братья и сестры, неужели этот мотив не должен нас побудить нести свидетельство о Христе? Разве не было у нас такого, что мы игнорировали Бога, игнорировали Его святые заповеди, поступали неправильно, говорили о Боге плохо, думали о Нем неверно? Разве мы нашими поступками, если не словами, разве мы не уничижали репутацию святого и дивного Бога? Да, это было. Так позвольте, загнатьте вашу вину. Не только покаянием вашим, это очень хорошее дело, которое мы сделали, но и нашим свидетельством о Господе Иисусе Христе. Помните, апостол Павел всю свою жизнь переживал, что он был гонитель, хулитель и обидчик. Он не достойен называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. И вот он писал в послании филиппийцам, что он стремится. Не достигнет ли он, как достиг его, Христос и Иисус? Он призывал верующих, в равной возмездии распространитесь и вы, если Христос за вас умер. Но потрудитесь для Господа. Вот этот мотив расправиться с нашей виной через доброе свидетельство, я думаю, он очень важный мотив. Тот же Спержин говорил, наш долг зажечь истинный свет на каждой опасной скале, четко обозначить каждый грех, и рассказать, к чему он ведет, так, чтобы нам быть чистыми от крови всех людей. И третий мотив, который лежал в основе его свидетельства, исполнить свой долг, дружеский долг в отношении вот этого бывшего поддельника. Они вместе когда-то грешили. Может быть, даже вот этот человек был инициатором того, что вот его друг попал в это преступное сообщество. И вот теперь он прекрасно сознавал, это я виноват в том, что мой друг так относится ко Христу. Это я его учил греху. И я должен помочь ему из этого болота греха как-то освободиться, исполнить свой долг в отношении людей. Это и наше с вами призвание. Это то, что должно нас мотивировать, нести им свидетельства. Павел говорил о себе, что он должен. Он должен и варварам, он должен и еленам, он должен и иудеям. Он видел себя должником. В каком смысле? В материальном? Нет. Он никогда ни у кого не занимал денег. А в духовном? Да. Он должен был им рассказать о Христе. Он должен был привести их к спасению. И вот этот долг он отдавал. Братья и сестры, не будем думать, что мы никому ничего не должны. Послушайте, что говорит Господь. Когда я скажу беззаконнику смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, а я взыщу кровь его от рук твоих. Вы слышите? Вы не засвидетельствовали этому нечестивцу, которому Бог изрек, что он умрет за свои беззакония. И он умрет, пьяный или повесится. Но вы молчали. Тогда кровь этого человека Бог будет взыскивать с вас. Если вы скажете, ну, Виктор Семенович, это же ветки завет, но мы же теперь под новым заветом. Хорошо, послушайте, что говорит нам святой апостол Павел. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех. Почему ты говоришь, что ты чист от крови всех? Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Вот почему он считает себя чистым. Он рассказал людям истину. Если бы он им не говорил, тогда бы кровь этих людей Бог взыскивал с него. Известный проповедник Роберт Макчейн писал, как я боюсь, что многие люди положат у дверей моего дома вину за то, что они ушли в ад. Что я им ничего не сказал. Один из служителей говорил, этот труд свидетельство исключительно важен, заключая в себе счастье или горе тысяч людей. Мы имеем дело с душами, исполняя труд вечности. И наше слово – это или запах живительный на жизнь, или запах смертоносный на смерть. На нас лишит большая ответственность, и для нас будет немалой милостью, если в последний день мы окажемся чистыми от крови всех человеков. Послушайте, братья и сестры, для нас окажется немалой милостью, если в последний день мы окажемся чистыми от крови всех человеков. Какую ответственность Господь возложил на нас? И как это должно побуждать нас нести свидетельство о Христе? Ну, просто ли это? Второй вопрос. Вот сталкивался ли этот свидетель с какими-то проблемами, или, как я сказал, у него все было гладенько? Братья и сестры, когда мы посмотрим на то, что написал Лука, мы увидим, что условия для свидетельства были не очень благоприятные. Но прежде всего, состояние здоровья этого человека никак не располагало его к свидетельству. Да разве просто свидетельствовать, когда голова раскалывается от боли? Да разве просто свидетельствовать, когда руки и ноги прибиты к кресту, и по этим ранам ползают мухи? Кажется, вот этот распятый евангелист имел все права на молчание. Бог ему должен был выписать бюллетень. Ты свободен от всякого свидетельства. У тебя и так много проблем. Но, посмотрите, даже страдающим, даже больным можно нести свидетельство. Когда мы ссылаемся на состояние нашего здоровья, я думаю, мы поступаем совершенно неправильно. Вот этот разбойник скажет нам, посмотрите, в каких условиях я свидетельствовал. У меня еле язык поворачивался на это. Я помню, я одну сестру посетил в больнице, в больнице звать ее Мария. И как мне было приятно слышать, что всем, кто находился в ее палате, она рассказала о Христе. Она сама была больная. Но, будучи такой, она несла свидетельство о Господе Иисусе. Во-вторых, посмотрите, какова была репутация этого свидетеля. Да его репутация была совершенно незавидная. Этого злодея с приплюснутым носом, мирской суд приговорил к смертной казни, к страшной казни. Потому что он был зачинщиком мятежа в городе. Это был главарь какой-то банды. И вот незадолго до свидетельства он еще и злословил Христа. Ну подумайте, с такой репутацией ну можно ли быть свидетелем? У него были все основания повесить замок на свои уста и сказать, человек с таким прошлым, человек с такими грехами никак не может быть свидетелем о Христе. Пусть святые несут свидетельство, я не могу. Братья и сестры, этот факт изобличает внедряемое сатаной мнение, что свидетель должен быть с незапятнанным прошлым. Должен быть абсолютно чистым и святым. Послушайте, главное в свидетельстве это наша искренность, наша правдивость и Христос, и Иисус. Мы должны быть искренними, должны говорить, да, у меня много грехов было, но мне Господь это простил. И о нем я могу говорить. Добрый, о себе ничего не скажу, но о Христе буду говорить. Помните, как я как-то рассказывал историю, как один проповедник приехал с евангелизации в некий город, и когда он готовился выступить, то он получил на кафедру такую записку, если ты выйдешь на кафедру, я расскажу все, что мы с тобой делали. И там была подпись, вот его бывший друг по грехам и беззаконию. И тогда этот проповедник все-таки вышел на кафедру, и он прочитал эту записку, и сказал, все, что здесь написано, правда. Я действительно был ужасным, но меня спас Господь Иисус. И он стал свидетельствовать о Христе. И это свидетельство очень многих потрясло. И главное в этом свидетельстве, конечно, была не безупречная репутация того человека, но главным было то, что он говорил о Христе. В-третьих, вы знаете, еще одна третья проблема, место для свидетельства было не очень приятным. Крест – это место позора. Может быть, другое место могло быть более приятным для свидетельства, ну, за чашкой чая, ну, в кафе где-нибудь, ну, дома, ну, в церкви, ну, может быть, на остановке автобусной или трамвайной. Но свидетельствовать на Христе, на кресте, на месте такого ужасного позора, это неподходящее место. Иногда нас эта вещь тоже здорово останавливает. Мы иногда думаем, «Ммм, неподходящее место!» Но я слышал об одном евангелисте, братья и сестры, вы не поверите, он свидетельствовал везде, и однажды он в туалете свидетельствовал. Он не видел того человека, кому он говорил, он увидел только его ноги из-под кабины, все! Так он сумел ему засвидетельствовать, сумел его покаять в этом неподходящем месте. Никогда не говорите, что вот что-то вот тут мне не подходит. Господь дал вам эти обстоятельства. И когда вы скажете, что вы не можете в этих обстоятельствах свидетельствовать, этот разбойник вам потом на вечном суде скажет, «А я с креста свидетельствовал!» А ты считал, что у тебя обстоятельства, которые не столь позорны, невыносимы для свидетельства. Подумайте, еще одна проблема. Этот человек не имел никаких знаний. Он всего пять минут назад как поменял свои мысли в отношении Иисуса Христа. Он даже не знал четыре духовных закона. Он ничего не знал, кроме того, что Иисус добрый и святой. А Он великий грешник. И вот этот человек, у которого было мало знаний, ничтожно мало знаний, и он нес свидетельство, это разоблачает следующую нашу установку, что для того, чтобы быть свидетелем, нужно чуть ли не библейский институт закончить. Неплохо получить образование в библейском институте. Но оно вовсе не является обязательным для того, чтобы начать свидетельствовать о Христе. Вы помните женщину, с которой Господь побеседовал у колодца Яковлева в Самаре? Вот Он только с ней поговорил, только она узнала, что Он Мессия, и она уже побежала свидетельствовать о Нем жителям города. Все. Так что, когда у нас мало знаний, пусть это не будет для нас проблемой, которая бы закрыла нам наши уста. Я хочу сказать, братья и сестры, всегда, когда мы будем пытаться нести весть о Христе, мы будем сталкиваться с проблемами, и чаще всего эти проблемы в нас, это проблемы страха перед отверженностью, страха перед тем, что нас осмеют, обзовут сектантами, людьми, которые несут американскую или японскую веру, и так далее. Нам это страшно, мы поэтому молчим, нам хочется быть уважаемыми, интеллигентными людьми, никого не потревожить, а выглядеть каким-то сумасшедшим в глазах людей, ну, не хочется. Мы будем сталкиваться с проблемами. Это могут быть внешние какие-то проблемы, как вот у этого человека. Но услышим, вот что, он все-таки нес свое свидетельство. Слабенькое, всего несколько слов, но он его нес. Ну и содержание свидетельства. О чем он говорил, собственно? Мы видим, что он прежде всего говорил о Боге. Он говорил о Божьем страхе, «Или ты не боишься Бога?» Его свидетельство было в форме вопроса. Не просто декларирование каких-то духовных истин, а знаешь ты его то и то и то. Он спросил человека, а как ты относишься к Богу? А какие ты чувства испытываешь по отношению к Богу? Неужели у тебя нет страха перед тем, кто скоро позовет тебя на вечный суд, перед кем ты через несколько часов предстанешь? Братья и сестры, очень важно, что он побуждает своего товарища к размышлению. Или ты не боишься Бога, ответь мне! И всегда, когда человек начнет размышлять, он тогда как-то сформулирует, почему он действительно не боится Бога или боится. Не бойтесь задавать людям вопросы. Когда вы будете задавать людям вопросы, вы будете побуждать их к размышлению. Они должны сформулировать свое мнение, что-то сказать. Это приведет вас к диалогу, потому что вы можете или согласиться, или возразить. Но не бойтесь задавать вопросы о Боге. Это самый важный вопрос. Вопрос, или ты не боишься Бога? Вопрос о страхе перед Богом. Вопрос об ответственности перед Богом. Вы знаете, как часто Христос использовал вопросы в своем свидетельстве. Он спрашивал, а в законе ты как читаешь? Апостолы то же самое очень часто начинали с вопросов. Потом мы видим, что этот человек свидетельствовал о справедливом воздаянии Бога. Он говорил, мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли. Вы знаете, очень часто люди считают, что они страдают незаслуженно. И никто им не скажет, что мы живем лучше, чем того заслуживаем. вот на одном из общений, буквально это было позавчера, кажется, один брат мне сказал, ну а разве это справедливо вот пред Богом? Ну, одних призывать, а других нет, вот что-то медлить. Где-то есть страны, народы, где Христа не знают. Что же Бог не мог бы туда кого-то отправить? Я говорю, дорогой брат, Бог поступает во всем справедливо. Даже, когда кому-то и не дает услышать слово Господне, как апостолы хотели отправиться с благой вестью в одну страну, в Святой Дух, закрыл им дверь туда, в другую туда закрыл, а открыл только лишь вот в Македонию. Бог знает, как и что делает, но Бог, Бог абсолютно справедливый. Мы получаем то, что мы заслужили. Если человек нам говорит, что у него какие-то были беды в его жизни, и говорит, почему Бог так со мной поступил, что мы должны сказать? Мы этого заслужили. Но не только об этом, о праведном воздаянии говорил этот человек, он говорил также о святости и доброте Христа. Он, Христос, ничего худого не сделал. Я убежден, что вот этот разбойник был не рядовым разбойником, он был все-таки главарем шайки. И понятно, что такие люди, они собирают информацию обо всем. И до него доходили эти слухи, что делал Иисус. И он прекрасно знал, что дурного Иисус ничего не сделал. Такой комплимент вообще-то сложно заслужить у столь сурового человека, но факты есть факты. Христос был святым и праведным и добрым. Ничего худого. Это все, что он знал о Христе, что Иисус ничего худого не сделал. Братья и сестры, мы намного больше знаем, чем знал этот человек о Христе. Мы знаем, что Иисус Христос является Сыном Бога, мы с вами знаем, что Он был рожден о Деву Марии, мы знаем Его проповеди, мы слышим о Его чудесах, мы много знаем о Христе, поэтому мы можем говорить о Нем. И также этот человек показал пример личного обращения. Он не только словами утверждал, что он о Христе знал, но он еще и показал, что он не только говорит, но он реально исповедует свою живую веру. Он обратился ко Христу так, чтобы его слышал тот товарищ и сказал, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И какие же были результаты этого свидетельства? А, братья и сестры, кажется, результат был нулевой, да? Товарищ его не покаялся, не пришел к Господу, но никогда не думайте, что результат свидетельства может быть нулевым. Во-первых, вот этот покаявшись разбойник вошел в историю как человек, который предпринял все усилия, чтобы спасти своего друга. Он не вошел в историю как человек, который спас своего друга. Он вошел как человек, который пытался это сделать. Это уже великое дело. Подумайте, Евангелие уже две тысячи лет говорит об этом безымянном человеке, что он золотыми буквами вписан и вот его поступок золотыми буквами вписан в книгу жизни у Бога. Он пытался спасти своего товарища. Так войдите же хотя бы такими в историю Божью. Если мы не можем войти в историю Божью как Муди, который спас тысячи людей, как Билли Грейм, через которого миллионы людей услышали Евангелие, войдите в историю хотя бы так. Человек, который пытался спасти своего соседа, пытался спасти своего сына. Но, дорогие друзья, если бы я на этом завершил, я был бы неправ. Вы знаете, многие люди, читая историю о разбойнике, который покаялся незадолго до смерти, благодаря этой истории были спасены, потому что они применили эту историю к себе. Они сказали, если Христос спас такого отвратительного человека, который ничего доброго не сделал, он может спасти и меня. Если Христос помог этому негодному разбойнику, он может помочь и мне. Помните, как один из знаменитых астрономов, по-моему, Коперник, он повелел, чтобы на могильном камне были выбиты такие слова, не милости, которую ты оказал Петру, прошу у тебя, но о той милости, которую ты оказал разбойнику, ее даруй мне. Вы видите, как своим свидетельством этот человек содействовал тому, что многие другие люди пришли к Господу. Вот этот канон говорил, не пришел, но зато другие свидетельства, они пришли. Дорогие друзья, нам нельзя быть последними, нам нельзя упускать вот этих моментов, мы не должны говорить, ах, я говорил, но никто не покаялся, никто не пришел. Подумай, в Писании сказано, что одни сеют, другие жнут, может быть, то, что ты посеял, ты не пожнешь, а это сделают другие, в каких-то иных обстоятельствах Бог призовет человека, которому ты говорил о Христе. Я вот вернулся вчера из Татарстана, вы знаете, это Мусульманская республика, и вот там собрались пастыри, они делились, как они стремятся нести свидетельство, вот в одной церкви организовали четыре группа, по четыре человека, и распределили дома, вот в том районе, где находится церковь, и вот сейчас эти группы обходят дома, в которые они должны будут скоро войти, и они молятся об этих жителях, чтобы Господь открыл им двери, и открыл им сердца этих людей, они исследовали, что более 50% жителей ничего не знают о Христе, и вот они думают, что они будут ходить по квартирам, будут приносить новости от церкви, будут подарки приносить какие-то маленькие, приглашать людей на богослужение, потом они надеются, что этот пример зажжет других членов церкви, их уже будет не 16 человек, но больше, мне рассказывали, что некоторые братья отправлялись летом в деревню, чтобы помогать жителям деревни, таким вот простым пенсионерам, косить, допустим, траву, убирать картофель, приводить в порядок двор, и они это делают, и знаете, там в этих деревнях шум идет, вот один брат из одного города, он ходил в свою администрацию, там все на них не хотели обращать внимание, вот, и вот он однажды пришел и сказал, слушайте, у нас пляж, ну так загажен, давайте мы уберем его, мы готовы это сделать, вы нам даете только мешки и автомобиль, весь пляж будет чистый, но он говорит, я на следующий, там через день пришел на этот пляж, пляж выметен, власти не захотели отдать пальму первенству каким-то баптистам, тогда вот снова пришел в администрацию, вы знаете, что у нас в России две проблемы, одна из них дороги, и вот он сказал, слушайте, я вижу, как у вас все хорошо получается, как только мы дадим какую заявку, вы все делаете, вот мы хотим дороги отремонтировать все, ну конечно на это нужно больше денег, интересную форму там некоторые изобрели, вот молодежь в какой-то церкви решили спортивную евангелизацию строить, нужен тренер, а среди верующих такого нет, нашли какого-то мужчину лет сорока, который понимал, как нужно мяч пинать и загонять в ворота, попросили его, научите наших ребят, как играть, он стал учить, и доучился, что принял крещение, уверовал, в одной церкви музыканта не было все, это в татарии, нет музыканта, бедное пение, и вот тогда пастырь церкви пошел там в музучилище, договорился с педагогом, пожалуйста, придите, играйте нам на служение наши песни, ну для педагога несложные наши ноты, не трудно играть, да игралась, покаялась, и вот приняла этим летом крещение, вы видите, несут люди свидетельства, несут, и там еще показывали нам одного человека, ВИЧ-инфицированный человек, который сидел немало, и сколько он только не предпринимал усилий, чтобы уйти из жизни, я себе записал, он специально ел ядовитые грибы, не помогло, пил уксус, не отравился, ел яд, которым травят тараканов, выжил, зимой выпил снотворное, чтобы ему замерзнуть навсегда, отморозил себе только ступни, и ему их отняли, даже будучи вот таким, он дважды пытался утопиться в озере, подползал туда, но все не получалось, и вот его встретили верующие люди, и вот они его пожалели, вот они ему сказали о Христе, они сняли специально для него квартиру, приносили продукты питания, отхаживали, и вот теперь этот бывший бродяга, бомж, которого жена до сих пор простить не могут, которого дочери ненавидят лютой ненавистью, и вот он стал уже писать христианские стихи, и вот он уже совершил покаяние, и каждое воскресенье его привозят в церковь на такси верующие, и он старается не ползти в церковь, а вот на этих культяшках старается дойти так, чтобы все было прилично, как у всех, и вы знаете, для него верующие хлопотали инвалидность, это было свидетельство всему маленькому городу, но человек, на которого плевались, человек, о котором думали, скорее бы ты сдох, и вдруг кому-то он оказался нужным, и вдруг он превратился в человека, и люди удивляются, неужели еще на свете есть такие люди, которые вот о таких отверженных думают, братья и сестры, все это происходит с нашими современниками, и вопрос в том, как мы, вот мы дети Божьи, нам здесь в Доме Божьем хорошо, и мы иногда сюда спешим, чтобы здесь получить утешение, наставление и назидание, а что за пределами этого дома, нас это мало волнует, вот когда вы в собрании выйдете, вы возможно упретесь вот в техникум торговли, а ведь там собирается очень много яговистов, и одна сестра, которая живет в этом районе, мне говорила, уже в каждую квартиру, в каждый дом по нескольку раз приходили, всех встречают на улице, а мы, а как мы, дорогие друзья, мы ждем может быть каких-то более благоприятных условий, как бы хотелось, чтобы мы сейчас с вами завершая наше служение, могли помолиться вот о чем, Господи, помоги мне стать Твоим свидетелем, помоги, чтобы я преодолевал все эти трудности, которые возникают в свидетельстве, помоги, чтобы я знал, о чем я должен говорить, чтобы я спрашивал людей об их отношении к Богу, имеют ли они перед Ним страх, знают ли они доброту Иисуса Христа, Господь, помоги мне выполнить вот этот мой долг перед Тобою, чтобы умыть Твое оплеванное лицо, чтобы загладить ту вину, которую я все-таки несу за то, что я много причинил тебе неприятностей, чтобы мой долг исполнить перед людьми, может быть, нам надо сегодня попросить у Бога силы свыше, силы Святого Духа, чтобы у нас было то же, что у одного из пророков, который говорил свидетельство, но никто из людей не принимал, и он решил, я больше не буду им проповедовать, все. И вдруг он почувствовал, что в нем огонь горит какой-то, огонь свыше, этот огонь изнутри сжег его, так что он больше не мог удерживаться, и он решил, буду продолжать нести свое свидетельство. Дорогие братья и сестры, пусть Господь благословит нас помолиться об этом. И может быть, в нашем собрании есть человек, еще не примиренный с Богом, и вы хотели бы сложить время вины, вы хотели бы получить прощение от Христа, вы можете сегодня это пережить, придите ко Христу с покаянием, вы можете помолиться там, где вы находитесь, будет прекрасно, если вы призовете на помощь помолиться о вас церковь, и вы пройдете сюда, и мы будем молиться, чтобы совершил Бог обновление вашей жизни. Не упустите этой возможности. Почему мы призываем вас к покаянию? И опять-таки, чтобы мы были чисты от вашей крови, чтобы вы нам не сказали, что вы посещали церковь преображения, и вас никто не призвал к покаянию. Сегодня призываем мы вас вновь и вновь примиритесь с Господом, станьте Его вестником в этом нечестивом и развращенном мире. Аминь. Помолимся. Великий Бог, как легко забыть то, что мы слышали, как легко все это спрятать в подвалах нашей памяти и не возвращаться к тому долгу нашему, на который Ты указал нам сегодня быть Твоими свидетелями. Господи, легче всего ничего не делать и только лишь спасать свою душу. Но Ты сегодня положил это бремя на наши сердца, бремя ответственности. Мы просим Тебя, помоги нам нести это бремя не с воздыханием, но с радостью. Помоги нам найти великое вдохновение в свидетельстве о Тебе. Помоги, чтобы Твой Дух преодолел в нас всякую стеснительность, всякую робость, Господь, неумение, но дай, чтобы каждый из нас был вот этой зажженной свечой, чтобы мы несли свидетельство о Тебе, распятом и великом спасителе, ради людей, ради себя самих, ради Твоей славы. Помоги, Господь, мы искренне просим Тебя, вышли нас, вышли нас к этим людям, которые нуждаются в Тебе и в Твоем спасении. Аминь. 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 Продолжение следует...